еще не разобрался с первым гольфом как тут же привезли нам второй гольф но это уже шестнадцатого года и тоже автомобиль стоял на зарядке и после зарядки уже никуда не поехал но здесь немножко другие ошибки здесь ошибки по климатической установки и также есть ошибка по обрыву цепи питания в общем не исключено что у нас здесь что-то произошло то ли предохранитель сгорел или еще что-то в общем тоже будем разбираться под капотом у нас разницы большой нету тот же самый хитр тот же самый charger инвертор по крайней мере визуально они одинаковые но у них есть отличие по мотору и по батареи но оказалось что предохранитель исправный но у нас еще есть контакторы чтобы прозвонить контакторы прозвонить тягивающую обмотку прозвонить как они замыкаются в общем сейчас буду снимать полностью этот блок и для этого отсоединился с высоковольтные шины и откручу сейчас шины которые идут на зарядку в общем сниму этот блок полностью бмс и все контакторы джан бокс короче полностью здесь она идет моноблоком и буду уже прозванивать сами контактора контакторы все прозвонил у них и ток потребления обмотки втягивающей обмотки 300 миллиампер и сопротивление контактора в замкнутом состоянии у всех одинаковая около 09 он в общем 900 миллион в общем с контакторной группой все у нас хорошо но почему-то она у нас не видит напряжение так как батарея предохранитель целый контакторы все проверены все исправно то пока не устанавливая крышку я подкинул батарею на автомобиль и решил проверить где же у нас есть проблема с подключенными проводами силовыми вот батареи выходит это нас инвертор это у нас джаншин бокс и здесь у нас идут все потребители на хитр на компрессор кондиционера и собственно говоря сам зарядник в общем когда откинут эти два провода у нас автомобиль начал даже переходить в режим радио в режим радио при этом и через несколько секунд она видит что напряжение в сети нету и 12 вольтовый аккумулятор не заряжается может 10 10 конвертер не включается и он у нас вырубается с режима радио теперь откинул фазные провода и сейчас обратно вернул постоянно вернул обратно плюс-минус и сейчас попробую пробитую на самый инвертор дело том что сам инвертор я прозванивал и в свободном состоянии в состоянии покоя он не пробит все звонится четко но когда под напряжением возможно и пробивает очень сейчас я вернул сюда плюс-минус и проверить сейчас будет ли автомобиль у нас приходить режим радио и затем подключу тогда зарядник и все остальные потребители пока что без с отсоединенными фазами и даже с просто подключенными проводами на инвертор у нас автомобиль не запускается подключил мультиметр в режиме фиксации максимального напряжения и выявил что у нас напряжение все-таки появляется но доходит до 52 и 6 вольт и тут же отключается значит у нас есть проблема в самом инверторе и при этом напряжение что-то пробивает все отключается снял инвертор сейчас уже начал разбирать разберу и посмотрю что у нас тут сгорел и почему у нас силовые провода с аккумулятора замыкают на короче кратят и что вообще происходит у нас возможно ключи пробиты или чем буду сейчас разбирать смотреть джили м грант нам приехала на диагностику это полная электричка и открыв капот немножко подумал что не туда залез боль стоит и м грант и подкапотка практически идентичная инвертор стоит очень сильно похоже на гольф 16 года на гольфе 20 года уже инвертор стоит немножко другой но чем отличается от volkswagen на тем что здесь вход силовой из батареи и потом отсюда выходит на charger он же джаншин бокс а здесь сначала все питание идет на джаншин бокс и с него уже идет силовое питание с батареи на инвертор а в целом абсолютно идентичный вот такой вот интересный автомобиль этот автомобиль и на пригнали на диагностику наши партнеры из киева компания и motors который привозит автомобиль из китая так мы и знакомимся с китайским автопром и кстати на днях постараюсь сделать короткое видео с автомобилем пол стартва там правда был не ремонт инициализация зеркал но об этом позже вернулся наш инвертор с ремонта мы отправляли нашим ребятам в харьков потому что там наши электронщики остались и отремонтировали его сейчас будем подкидывать на автомобиль и проверять будет ли у нас заряжаться будет ли у нас ездить прочих проверим все ли у нас будет хорошо здесь нашли сгоревшие компоненты и заменили правда пришлось очень долго ждать заказывали их с америки шли они почти три недели в общем почти месяц прошел с момента снятия этого инвертора и наконец-то его отремонтировали будем надеяться что он сейчас у нас заработает после установки инвертора и удаление воздуха развоздушения системы у нас автомобиль уже начал заряжаться но сожалению и переходит в режим рейде ошибок у нас никаких кроме того что необходимо добавить жидкость умывателя нас ошибок нету но при этом автомобиль у нас ехать не хочет так уже ни одной ошибки больше на автомобиле не светится долили омывайку бачок и все с первого и на первый взгляд все отлично но проблема в том что автомобиль у нас пока что ехать не хочет при том что переключение задней передачи на приборке высвечивается что включена задняя передача включается камера заднего вида то есть она положение кулисы видит но ехать не хочет отпуская тормоз нажимая газ автомобиль ехать у нас не хочет включая драйв аналогичная ситуация автомобиль у нас никуда не едет при этом автомобиль заряжается поставил на зарядку автомобиль заряжается но ехать пока никуда не хочет в общем буду продолжать разбираться при этом у нас и ошибок нету у нас есть ошибка только тюнер спутников приемника деактивирован но он никак не будет влиять на запуск и движение автомобиля в общем сейчас буду разбираться почему же она у нас не хочет ехать надо смотреть наверно фактические параметры и смотреть что она видит что не видит возможно что то еще с управлением инвертора то у нас была проблема с силовой частью а теперь возможно у нас еще и с управлением инверторами в силовой части в общем буду продолжать разбираться чтобы не наливать воду видео и не растягивать его то скажу что были сохранены отчеты различных режимов на исправном автомобиле и сравнив эти параметры разных автомобилей стало ясно что проблема именно в управлении инвертором поэтому было решено его заменить Пришел другой инвертор. Он у нас номер в номер. Сейчас буду подкидывать его на автомобиль и посмотрим, правильно ли был мой диагноз или же где-то я что-то ошибся. Подвязали инвертор. Антифриз подключен, но пока инвертор сам не прикручен. Крышка тоже не стоит. Хвилл отдельно поставил и автомобиль уже запускается и едет. Только появилась одна проблемка, что когда подвязывается инвертор, то переподвязывается иммобилайзер. Но у нас был только один ключ. Поэтому сейчас ждем второй ключ. Клиент должен отправить, чтобы уже подвязать их и у нас выпустить машину в той же комплектации, как она и пришла к нам. То есть с двумя ключами. И сейчас ожидаю подъемник, освободится, загоню и все поприкручиваю на место. Пособираю. Батарею докручу, потому что батарея тоже снималась. В общем, нужно будет здесь навести порядочек. Автомобиль собран. Сейчас проверим, заряжается он или нет. Но оказалось, что в установленном инверторе был сгоревший предохранитель. Поэтому автомобиль у нас не заряжался. Ну, а предохранитель снимется с этого инвертора. А вот, собственно говоря, и сам предохранитель. Он у нас на 400 вольт. 500 вольт, 40 ампер всего лишь. Вот такой. И он питает все вспомогательные... Всю вспомогательную силовую электронику. Так, ну автомобиль начал заряжаться. Наша зарядка и 5,5 ампер берет. И сейчас попробую поставить еще клиентскую. Чарджинг тайм 2 часа 25 минут будет заряжаться. После пробного выезда ошибок у нас не появилось. Все. В общем, ставлю автомобиль на зарядку. Заряжаем. Если все нормально, выпускаем. Отдаем ее клиенту. Вот такое, в общем, было видео. С таким интересным ремонтом. С двойной попыткой ремонта инвертора. Вернее, пробовали ремонтировать инвертор. Вроде одна проблема ушла. Автомобиль начал запускаться. Но, к сожалению, ехать не стал. В общем, поменяли инвертор. При установке нового инвертора. Вернее, бушного инвертора. Оказалось, что в нем сгоревший предохранитель. Заменили предохранитель. Сейчас у нас все работает. Автомобиль едет. Ошибок на дисплее нет. Они появлялись. В общем, сейчас все вроде пока что нормально. В общем, сейчас поставлю на зарядку. И до самого утра. И посмотрим, что будет после зарядки. Кстати, обратил внимание, что очень часто приезжают машины. И бывает такое, что однотипные машины с однотипными поломками. На данный момент этот автомобиль 1230 километров. Как в одном видео сказали, что руль затертый. Так вот, здесь руль абсолютно не затертый. Автомобиль с 2017 года, если я не ошибаюсь. Да, автомобиль с 2017 года. И с таким маленьким пробегом. Автомобиль был, похоже, где-то в рекламе. Потому что на нем вот такая вот наклейка сверху. Но автомобиль просто в идеальном состоянии. То есть, автомобиль так и есть, что абсолютно новый. И в данном случае на автомобиле он привезен со Штатов. Очень долго ехал из-за ситуации в Украине, которую нам устроила Россия. И автомобиль приехал. Очень долго ехал. И автомобиль не запускается. Хотя, вроде как, он был на аукционе в статусе Run&Drive. Так вот, делал уже предварительную диагностику. И здесь пробиты два диода в силовых ключах. И вследствие чего автомобиль, естественно, не запускается. Владелец уже купил сюда другой инвертор. И, в общем, сейчас поменяем его и будем пришивать. В общем, что хотел сказать, что... Перед этим был Volkswagen Golf с вышедшим из строя инвертором. Но тот вышел из строя во время зарядки. А этот, непонятно в какой момент. Но почему-то был в статусе Run&Drive. После того, как он пришел сюда, в Украину, он стал не Run&Drive. Возможно, это уже было следствие. Потому что там даже на панели приборов горит, что буксировка автомобиля может привести к поломке. И, возможно, это уже было следствие. А первоначально автомобиль просто, может быть, по какой-то причине не запустили. Начали буксировать. И пробило два диода в силовых ключах. В общем, сейчас поменяем, привяжем и посмотрим, закончится ли эпопея только замена инвертора. Либо здесь какая-то еще есть проблема другая. Автомобиль был слегка ударен в левую сторону. Но, в целом, силовая часть никакая не пострадала. Так, распаковал другой инвертор, который сюда владелец привез. И меня пугает вот эта вот заглушка. Обычно такая заглушка ставится на агрегат, который сняли, и вместо него установили новый. Просто так маловероятно, что его сняли и поставили сюда на автомобиль. Новый агрегат. И есть вероятность, что в нем есть какая-то неисправность. То есть сейчас мы его установим, привяжем, а он окажется нерабочим. Поэтому меня всегда смущает, когда на каких-то агрегатах, которые продают, есть такая заводская заглушка. Это плохой сигнал. Но посмотрим, как здесь. Может быть, я ошибаюсь. Так, хочу сразу проверить диоды. Как минимум диоды целые. В общем, будем ставить и надеюсь, что это будет хорошо. А в этом инверторе два диода пробитых. Так, подкинул сюда инвертор. Он еще сейчас полностью не закручен. Но для начала хотим ее прошить и посмотреть, чтобы все работало. И, кстати говоря, обратил на что внимание. Украина. Проводка на много вагов делается в Украине. В том числе и когда-то я делал... Была проблема на Ягуаре АйПС. Так вот, там тоже много проводки было сделано в Украине. Аж гордость берет. В общем, эта проводка была сделана в Украине. Уехала в Мексику или где там собираются эти машины. И потом обратно вернулась в Украину. Вот такая вот земля круглая. Поэтому не место для войны на земле. Но некоторые страны этого не понимают. Ну, ладно. В общем, продолжаю сейчас заниматься этим автомобилем. Так, привязали ключ. Все уже собрали. Антифриз долили. Вернее, привязали инвертор. Все залили. Развоздушили систему. И теперь сейчас будем выезжать на тест-драйв. Так. Батарейка у нас почти полностью заряжена. Кстати, для того, чтобы снять с паркинга, нужно снять этот пластик и отогнать, отжать вот этот желтый язычок. И тогда у нас передача... Тогда у нас коробка снимается с паркинга на нейтраль. Я не совсем понимаю логику Фольксвагена. Батарею можно снимать, ставить на другую автомобиль и он едет. А инвертор переставить уже все. Нужно его привязывать. Интересная ситуация. А вообще, самое первое знакомство с E-Golf у нас было именно с сгоревшим инвертором. Еще два с половиной года назад. И за это время у нас было всего три подобных случая. Вот такое видео. И если вам понравилось, напишите в комментарии под видео. Это помогает развивать наш канал. А я в свою очередь буду стараться делать больше интересных видео по ремонту электромобилей и гибридов. До скорой встречи. Всем пока и мирного неба над головой.